Сегодня во Дворце Республики состоится церемония награждения лауреатов престижной национальной премии за духовное возрождение и специальных премий президента Беларуси. В торжестве примут участие и мастера Солигорского районного центра «Ремесел» городского поселка Старобин. В рамках концертной программы на сцене дворца пройдет дефиле свадебных нарядов, где свой костюм представит каждый район Минщины. Так как 2019 год был объявлен годом Малой Родины, наш Минский областной центр народного творчества в рамках этого года он еще объявил этот же год годом свадебной обратности. И для того, чтобы нашу вот эту региональную особенность и каждого района особенность поднять на более высокий уровень, восстановить, мы тоже занимались восстановлением костюмов по знакомым, по бабушкам. Вот эти все фотографии искали оригинальные вещи и старались найти изюминку нашего района, которую можно было бы преподнести на должном уровне. На воссоздание свадебного наряда по фотографии 1960 года у коллектива Солигорского районного центра «Ремесел» ушло больше полугода. Костюмы уже были представлены на областном фестивале ярмарки тружеников села Дожинки-2019 и областном фестивале «Ремесел» Слуцки-Пейса, где наши земляки были награждены дипломом за возрождение свадебного убранства региона и популяризацию традиционного наследия. Достойно представить свою малую родину, мастера центра «Ремесел» обещали и на праздничном дефиле в Минске. Мы готовили два костюма – мужской и женский. Но так как мужской мы не восстанавливали, а взяли оригинал, мы работали в основном над женским костюмом. Ну, конечно, проделали работу колоссальную, это надо было много собрать и материала по фотографиям в основном, расспрашивали людей, в музеи где-то смотрели, подбирали ткань, конечно, надо было особенную подобрать ткань, потому что в то время как бы в основном натуральные были ткани. Ну, особенности были венок, в основном с бумажных цветочков был сделанный. Он отображал, конечно, и статус невесты, и положение ее, потому что если были цветы красные и белые, значит, невеста с полной семьей, были родители обои. А если невеста сирота была, то там были только белые цветы. И чем побольше цветов, тем богаче невеста была.